всем здравствуйте в этом видео я хочу показать инструменты которые необходимы для ремонта саксофонов значит пойдем по порядку первое что нужно для того если клапан изогнут или его нужно немножко согнуть в какую-то сторону да бывает такое что допустим он неровный или же нужно его согнуть первое обычная шайба хоккейная на барахолочке вот такая шайба резинка резинка плотная где-то два два с половиной сантиметра толщиной для чего резинка она не оставляет следов если клапан вы положили видите и здесь есть вот такие вот у него неровности да вы например положили она не торкается стала ничего и вы можете работать да вы можете им работать и бить она твердая так это первый инструмент это мы откладываем теперь перейдем ко второму инструменту это такая маленькая наковальня которая тоже необходимая для чего для того чтобы и волки клепать здесь иголочки да вот допустим мы расплескиваем хвостовик я в одном из видео показывал как ставить иголки да то вот эта наковальня она ну будем так говорить если вы делаете это дома я одну часть делаю дома какую-то в мастерской делаю и она хорошо когда у вас есть наковальня у меня на разное здесь есть вот отверстие это допустим если например я уже сделал под резонатор и там клепка чтобы она не мешала расклепывать ну очень удобно хорошо и она не бьет эту часть нижнюю не расклепывает так хорошо идем дальше смотрите когда допустим вот иголку вы расплескали обязательно посмотрите чтобы хвостовик вот хвостовик да вот смотрите он был ровный я вот специально сделал его неровным видите вот хвостовичок он загнут немножко ну сейчас я его выровняю все я вот выровнял видите хвостовик выровнен так для чего я начал с иголки я вот например сделал вот такие вот интересные пассатижи да вот видите они у меня старые эти пассатижи очень долго уже сносились и здесь видите уже нету такого трека как здесь вот например видите зубцов нету видите вот зубцы есть а вот на этих зубцов нету и я вам скажу очень просто сделать но я сейчас сначала покажу как именно именно пользоваться да я возьму саксофон и допустим будем ставить иглу вот сюда так вот смотрите я вставляю иглу теперь так и вот вот этот которая вырезана вот здесь видите канавка вот видно ведь это я обычной болгаркой кругом я пропилил и я вставляю и зажимаю ветер я дальше не хочу зажимать потому что ну еще инструмент будет подготавливаться дальше все вот так вставляется иголка ну я ничего против не имею алиэспресса но на алиэспрессе такой инструмент вам обойдется больше 300 гривен это будем так говорить хорошая сумма и не факт что вам придет хороший инструмент так так поподробней значит смотрите пропил здесь сделаны где-то 7 миллиметров так видно да пропил 7 миллиметров условия пассатижей чтобы здесь не было вот этих вот зубцов потому что вы будете стойку обжимать и особенно если допустим в лаке в серебре да неважно следы могут остаться да а так у вас плоские или допустим если нету плоских то возьмите вы сошлифуйте вот эту часть и все болгаркой обычным кругом надрез сделали и все ну будем так говорить у каждого мужчины уважающего себя есть инструмент если даже нет болгарки то вы пришли в любой там я не знаю в авторемонтную ремонтную мастерскую он пассатижи зажал в тиски одна минута и он вам сделал пропил все там пять рублей заплатили десятку и все я думаю больше не возьмет вот один из инструментов все который очень удобный очень удобный я им пользуюсь классно супер просто так хорошо и по иголкам и и возьмите обязательно хорошие пассатижи которые откусывают ну я пользуюсь вот допустим вот такими узенькими да видите вот носовичок и узкий они очень удобны для саксофона и хорошо отрезает ну остатки и очень легко вот смотрите видите все очень легко режет просто ну супер просто без никого усилия они хорошо заходят вот допустим вы зашли и вам остаток надо отрезать если много очень торчит до иглы подлез именно чик откусил супер все удобно тоже так хорошо идем дальше сейчас я покажу вам по другому инструменту вам так я одном тоже из видео показывал вам сделано у меня вот такая вот приспособа это натяжка натяжка игл который происходит это тоже обязательно вот такую нужно иметь вот допустим вы можете подлезть к игле можете иглу раз взяли коп взяли натянули если вам нужно иглу отодвинуть у меня есть вторая вот такая приспособа вот можете посмотреть видите здесь крючок а здесь наверху бороздка такая небольшая сделано для отведения иглы вот например вот смотрите я ставлю видите я могу отодвинуть иглу или же вот видите натяжение чик все это от обычной старой отвертки она уже была сплющена уже никакая была я ее просто взял надфилем здесь сделал крючочек такой а сверху такую бороздку так и теперь очень тоже интересный инструмент я буквально его сделал недавно и вам хочу показать чем же интерес инструмента по клапанам вот клапана например клапан бывает отошел от колодца на 5-7 миллиметров а даже бывает и сантиметр отошел от колодца он он стоит в стороне то я сделал вот такую приспособу сейчас одни и детально я поговорю но сначала вам продемонстрирую вот смотрите вот берем видите я нажимаю и у меня клапан ходит и я могу его подогнуть также все здесь подогнуть сюда или же я его переверну и подгибаю его вот сюда ветер очень легко везде можно им подлезть везде любому клапану ветер можно подлезть буквально к любому эти я могу допустим если надо сюда я сюда мне не нужно пассатижами зажимать да они могут соскочить я поцарапать это не поцарапает сейчас более детально я расскажу так вот смотрите планку я взял на барахолке купил от замка вот замок был замок была планка я пятерочку дал за нее мне понравилось здесь во первых толщина хорошая здесь 4 миллиметра толщина и планка ну будем так говорить отшлифованная она по сути в руки ну нормально ложится все хорошо плечо в ней хорошее обычно я взял латунные стяжечки которые идут на двери такие мдф двери есть видите здесь даже винт видно где вот куда закручивается вот винт я просто взял одну стяжечку распилил ее напополам просверлил здесь отверстие на м5 и а она немножко толще где-то 5 и буквально 0,05 вот толще и я ее просто загнал и все я взял вот который наставочка я ее положил вот так сюда и я ее заклепал и все вот она у меня сделано и очень удобно все она не царапает металл не царапает потому что это латунь хотя если нету допустим можете взять с дюбеля дюбель тоже подойдет но дюбель надо будет другую сторону тоже заточить так аккуратно вот все какой принцип вот этой вот планка видите как сделано вот видно видите надо сделать так чтобы расстояние было вот от крайней вот этого и от крайне вот этого в середине расстояния вот которая вот идет вот где-то приблизительно ну 4 миллиметра у меня вот она получается на ширину и вот видите где-то 4 миллиметра и она с двух сторон если например мне надо сюда я кручу да а если надо то туда я подкручиваю вот такой инструмент я увидел на алиэспресси им он стоит где-то 250 гривен плюс там доставка где-то 70 ну прилично одним словом этого я так подумал его можно сделать и самому очень легко и просто если планки такой нету можете что-то придумать другое но не берите из дерева дерево но разобьется в середине вот это гнездо и все и она будет болтаться берите по-любому из железа можно притворную планку от двери которая цепляется на коробку знаете есть тоже старые двери можете взять от нее в принципе разницы нету что вы возьмете но самое главное чтобы она была плоская и чтобы хорошо подвязала у вас везде клапаном именно в саксофоне вот в принципе и все и вот хочу вас попросить вот как моих подписчиков и кто смотрит но именно мои видео можете оставлять свои комментарии можете если у вас есть какая-то идея насчет каких-то инструментов и более облегчить работу ну будем так говорить в ремонте я буду за если вы даже я не знаю там покажете что-то или как сделать допустим или допустим можно было бы вот сделать вот так например я дальше хочу сделать там есть тоже инструмент который иглу вот я показал тоже в одном из видео выбивать как иглу да особенно когда но и вы задавали тоже вопрос когда она оборвана у стоечки да прямо у стоечки то там тоже есть интересный инструмент вот здесь вот в этой лапке вот этой лапка который не тронута нарезается здесь резьба под резьбу именно винта который идет под конусом для саксофона для спицы да и сюда уворачивается и потом надавив на нее она выталкивает ее я потом хочу сделать но не из этих а из другого и хочу попробовать как она будет работать ну я думаю будет хорошо работать по крайней мере не надо саксофон переворачивать и прибегать помощи еще какого-то человека ну чтобы поддерживал вам и бить его потому что это тоже ну трудоемкая работа а так можно будет попробовать именно винтом и тоже интересно будет потому пожалуйста пишите своих комментах оставляйте комментарии пишите может быть что то у вас есть какой-то инструмент который допустим ну намного лучше и эффективно в работе потому пожалуйста я делюсь с теми что у меня есть которые идеи мне приходят так что пожалуйста смотрите наслаждайтесь ремонтируйте вот начинайте ремонтировать кто не ремонтирует потому не бойтесь начала она всегда трудно потом все легко идет хорошо все вам спасибо что смотрите меня и до свидания